Насколько высок запрос на такие понятия, как духовность? Для миллионов людей Бог умер. Всевозможные атаки на русскую православную церковь. Современная Россия — это феникс. Встречаем условных зелёных человечек. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, миллиарды лет, пылинки, самозарождающая жизнь, амёбы инфузории, Дарвин. Православие сейчас идёт в Африку. И это чрезвычайно обогатило нас. Человек верующий должен смириться, подставить вторую щёку. Россия несказанно изменилась в худшую сторону. Чем соблазнила современная Украина? Желание моих половых желёз, равноценное желание моей совести. Цветут пышным цветом сферы, связанные с оккультизмом. Раньше люди как-то столичной хватало, или портвейна. Попы обмаглели. Я не хочу просто облудить, я хочу заниматься тантра-йогой. Привет, друзья. Это «Метаметрика». Здесь мы по-прежнему сверяем показания барометра общественных настроений, идей, мыслей, эмоций. В студии Никита Данюк и Дмитрий Егорченков. В студии «Метаметрики» многократно были люди верующие, такие как Иван Ахлобыстин, Константин Малафеев. Были люди неверующие, такие как Клим Жуков или Дмитрий Пучков-Гоблин, в конце концов. Никогда еще в «Метаметрике» не было представителей религиозных конфессий или организаций. Мы решили исправить эту недоработку, давайте скажем это так. Поэтому сегодня в студии человек, который в российском, я бы сказал, русскоязычном сегменте Ютьюба, не требует особого представления. Отец Андрей Ткачев, мы вас с Никитой приветствуем. Здравствуйте. Приличную дискуссию. Нужно начинать с некоторого определения понятий. Я в этой связи хочу вам задать вопрос для наших зрителей, что называется, на понимание. Религия, как вы считаете, в сегодняшнем мире это инструмент познания этого мира? И в нынешнем веке, и в прежнем, и в будущем, если будем еще жить, религия это единственный универсальный инструмент познания тайн мира. А ею потом уже питаются все остальные формы познания вторичного и побочного. Такие, например, как наука, техника и все остальное. Культура вырастает из культа, о чем прекрасно показал Павел Флоренский в начале XIX века. Так что универсальность религии никто отменить не в силах. А если чуть более конкретно, что в первую очередь религия познает? Понятно, что наука изучает какие-то материальные основы, прежде всего, мира. Что изучает религия? Ну вот Павел Тимофеев пишет «Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно». Самопознание человеческое, подлинное самопознание, кто я, оно происходит именно в свете Божьем. До прихода к Богу человек не знает себя. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Эти обе бездны, паскалевские бездны, бездна вверх и бездна вниз, он не знает ни своего ничтожества, ни своего величия человека. Он находится в иллюзии относительно самого себя, до Бога. Когда приходит к Богу человек, если случается такое, он находит себя и ближнего. В Боге обретаются тут же два действующих лица, я и мой ближний. Он перестает ли мне быть тенью, или деревом, или волком, превращается в брата, а я начинаю узнавать себя. А согласитесь, самое главное, в общем-то, это познание себя. У Бродского там говорит «плохо, ежели мир вовне изучен тем, кто внутри измучен». Вы меня на самом деле удивили. Я был почти уверен, что вы ответите, что религия познает Бога. Но вы сказали, что прежде всего мы познаем себя через, получается, да? В Боге познаем себя, да. Если брать такой... Ну, человек самое загадочное существо сам для себя. Он, скажем, то, что ближе, оно изучается хуже. Например, в космосе было гораздо больше людей, чем на дне мирового океана. Неизмеримо больше людей. И космос менее опасен, как оказалось, чем глубины океанские. Хотя мы по океану плаваем, из него рыбу ловим, засоряем его пластиком. В общем, мы там делаем очень много всякого в океане. Он вроде знаком нам до боли, да, океан? Но он менее известен, он более опасен. Хотя он ближе. А, значит, сам человек сам для себя человек. Он еще более загадочен, чем, например, ядерная физика или молекулярная биология. Молекулярный биолог, который залез в самые глубокие тайны, он себя самого не знает так хорошо, как он знает предмет, который изучает всю жизнь. То есть мы себя не знаем. И в этом, собственно, все беды цивилизации. Атис Андрей, как раз вопрос по поводу ядерной физики, молекулярной биологии. Дело в том, что вы настоящий уникум, потому что вы в том числе в своих программах и благодаря своим гостям, представителям образования, научно-популяризатской сферы, я не могу сказать, что вы объединяете духовный мир, мир религии, мир божественный и науки, но тем не менее вы делаете это без конфликта, без столкновения. Я потому что с удовольствием смотрел ваши передачи с пользаторами науки, с Саватеевым, с Соколовым. Методология, как бы, прихождение истинных тебе неизвестно. Ты же не можешь вызвать это как бы... Нельзя вызвать вдохновение. Вообще нельзя. Я вот иду на лекцию, у меня бывает так, что его нет. А что делать? Меня ждут. Ну да. Отец Андрей, я делаю что? Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Говорю, дай мне вдохновение, дай мне сейчас, помоги мне в этой лекции. И оно возникает. Я же не могу это принести панчину и сказать, вот доказательства. И я увидел, что оба эти мира не просто сосуществуют, они дополняют друг друга. Вот на ваш взгляд, можно сказать, что, по крайней мере, в нашей стране, вот этого противоборства науки, образования versus религия больше не существует? Его не должно быть, скажем так. Этот конфликт остался в истории и существует сегодня по инерции. Либо раздувается специально. То есть мы занимаемся разными сферами, которые в значительной доле пересекаются или накладываются друг на друга. Банальный пример. Мы летим в неком звездолете, например, да, который летит там со скоростью, приближающей к скорости света. Мы летим уже не на Марс, это нам даже неинтересно. Мы летим куда-нибудь на Альфа-Центавру. И у нас там в экипаже, скажем, 7-8 человек. Техника сложнейшая. Проходит какие-то энергопитания, там, навигация, все уникальное. Но проблемы, которые будут возникать между командой, архаичны, библейски. Каин и Авель, мы-то рефарисей, любовный треугольник. Я капитан, нет, ты капитан, я лучше тебя, ты дурак, значит, а ты меня на Земле обидел, как бы, значит, там, а ты спал с моей женой. И мы будем решать одно и то же. В космосе тоже решается в, значит, какой-нибудь ботсванской деревне. А решается оно Евангелем. Поэтому в какой бы звездолет мы ни сели, а Земля – это какой-то один большой космический корабль, мы пришли к этому пониманию не так давно. На этом большом космическом корабле, при всей сложности его, надо решать внутренние проблемы человеческие, самые сложные проблемы, кстати. Надо решать евангельские. И вот отсюда второй вопрос. Все-таки в мире, не повезет этого слова, победившего материализма, тиктока, социальных сетей, маркетплейсов, насколько высок запрос на такие понятия, как духовность, такие понятия, как грех, такие понятия, как святость. В общем, те вещи, которые, на мой взгляд, вы блестяще даете в своих проповедях, в своих выступлениях, в встречах с всевозможными людьми. Эмпирическому человеку может показаться, что победил, скажем, условный тикток. А глубинному человеку, какому-то чистертоновскому, такой вечный человек, всегда понятно, что за все эти сегодняшние проблемы, которые тоже реальные, но они пенообразные такие, значит, скажи, там существует более глубокий пласт проблем, которые всегда взыскуют Бога, в общем, душа человеческая. Она просто может не чувствовать своей жажды, как вот, извините, что я много цитирую, значит, но вот у Тютчева очень хорошо сказано об этом. О человеке 19 века, значит, так называется наш век, написано в 19 веке. Он говорит, что про человек тогдашний, по Тютчеву, «Неверием полим и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит». Вот это портретно-поэтический такой, значит, кадр такой, да, то есть мы погибаем от безверия и сознаем эту погибель даже временами, и жаждем веры, но не просим о ней. Собственно, эта проблематика просто рентгеновская проблематика вызвачена. Так что на глубоком уровне, на подлинном уровне мы нуждаемся в Боге точно так же, как человек 5 века, 3 века, 7 века до Рождества Христова, 21 века, сегодняшнего, 19 века и так далее. Просто у нас проблематика, главное, может заслоняться, она может как-то удаляться, мы можем стать мельче, мы можем стать суетней, мы стали меньше жить, например. Например, ну, скажем, там, патриарх Яков говорил фараону в ответ, он говорит, сколько тебе лет, старик? Он говорит, дни мои малые и скудные, владыка, 138 лет всего лишь странствует по земле раб твой. То есть люди, проживая до 140, считали свои дни скудными и малыми. Ну, при том, что они не ходили в один ресторан, не видели кинематографа, не ездили на машинах, они видели только небо, овец, детей, внуков, шатры и эту, значит, эту странную землю Палестины. И при этом однообразии, они не уставали жить и считали, что дни их скудные и малые. А мы живем быстро, и жить торопимся, и чувствовать спешим, быстро стареем, быстро приходим в негодность, быстро потухаем, не разгоревшись. Поэтому здесь есть такие, знаете, такие, некие проблемы эпохи, выраженные в антропологии. То есть мы антропологически, значит, страдаем больше, чем, может быть, вчера. А вот все-таки, если взять в качестве инструмента, который измеряет, да, эмпирического такого, паства стало больше, приходы стали больше, и аудитория, опять же, которая благодаря вашей блестящей деятельности, деятельности других ваших коллег, проникла в интернет-среду, вот это все-таки измеримое количество стало больше или все больше, наоборот, уходит от Бога, уходит от церкви? Смотрите, мы все-таки живем в стране, в которой на полном серьезе высшие деятели государства говорили еще во времена, когда некоторые имели уже счастье родиться, некоторые уже были на подходе в проектах, когда, значит, говорили, что мы покажем последнюю папу по телевизору. И уничтожение религии в принципе под корень навсегда, и исключение слова Бог из словаря навсегда, это были не мифические планы, это была совершенно реальная реальность. И сама Россия, как историческое тело государственное, как материк Россия, значит, она в течение одного только 20-го века могла исчезнуть раза три, как минимум. Причем у нас всегда исчезнуть. Поэтому если посмотреть на недалекую ретроспективу, что могло быть, и посмотреть на то, что есть, что сейчас, например, мало кто знает, кто такой Хрущев, из поколения Z, там, или там, когда, а вот церковь есть. И папа не только последнего по телевизору, телевизор наводнился по памятникам. То есть как бы антипророчество Хрущев произнес, хотя говорил это на полном серьезе. То есть ни у кого не было сомнений, что он говорит реальные вещи. Эти вещи были в планах. Поэтому с точки зрения прошедшего, недавнего прошедшего, современная Россия, это феникс. Ну, феникс. Который восстал из пепла. Ну, такой, да, интересный был тоже у нас перегиб и догматизм. Потому что то, что говорил Хрущев, это же тоже элемент такой, знаете, неосмысленного желания, чем уверенность. Он хотел, чтобы так было, но не понимал даже почему, потому что коллеги не дадут соврать, которые у нас многократно были, историки, что Хрущев ничего не понимал ни в марксизме, ни во всем остальном. Он был раб таких конструкций, по большому счету. Ну, возможно, да. Но сама эпоха... Эпоха к этому фантазу. Эпоха вообще, значит, здесь, видите, страшное слово «Бог умер, мы убили его», произнес немец, который умер в 1900 году, Фридрих Ницше. И мы живем под этой черной звездой, потому что для миллионов людей Бог умер. Они убили его. И они пытаются... Осталась только тень Бога, которая ходит за человеком, как бы, знаете, избавишься от зачатого, не избавишься от убитого. Как бы Бог ходит за людьми, они пытаются выгнать его, чтобы он не мешал. Или пытаются заменить на его место, кого-то поставить. И жарко ищут. Кого же поставить на это место? Кстати говоря, отсюда, например, весь жар проблематики по части переживания о природе, вот этот экологический активизм. Это религиозный жар, который направляется в странное русло. Все это... То есть мы наблюдаем за всеми БЛМщиками, там, какими-то феминистами, ярыми, там, пьяноротами. Хорошо, знаем, но в чем-то только не обвиняли в вмешательстве выбора и еще там... Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter. То, что хорошие были не атаки. У них религиозный жар. Просто у них теперь такая религия. Ищут выход и находят вот... Да, это люди, про которых Нитча сказал правду. То есть они реально убили Бога и сами убили его. Для них он умер. Его нужно каким-то заменить. Поэтому человек религиозен. А наша война с верой в нашей стране, нашими руками, руками, так сказать, наших предшественников, это тоже интересная вещь. Потому что русский человек, он максималист. У него космическое мышление. Поэтому, как говорил Феликс Разумовский, такой чудесный публицист, телевизионный историк России, он говорит, что если западный человек утрачивает Бога, то внешне в нем ничего не меняется. Он постригает газон, следит в футболе за любимой командой, выгуливает собаку, например, есть любимый сэндвич, и ничего не бьет жену, не напивается в хлам. Он какой был, такой остался. Но русский человек, если он теряет Бога, он перестает, условно говоря, постригать газон и смотреть на футбол. Он переворачивает дом вверх дном и хочет перевернуть дом соседа, и хочет весь мир с четырех концов зажечь. На самом деле, может быть, в поисках как раз. Совершенно верно. Потому что атеисты – это все просто-напросто люди, которые требуют доказательств высшего порядка. У них в душе есть страшная боль, и они говорят, вы все мне не доказываете, что он есть. Я на вас смотрю и вам не верю. И когда он кричит, что Бога нет, он требует доказательств более аргументированных или более достоверных. В общем, доказательств высшего порядка, по сути. Это и есть атеизм. Апостол Павел, по-моему, писал, что вера – это уверенность в невидимом. И ожидания обещанного. И ожидания обещанного. Сегодняшняя наука во многом тоже верит в невидимое. Ну, какая-нибудь физика и так далее. У меня чуть-чуть, я от этой посылки оттолкнулся, но вопрос задам, который многих волнует в интернете. Мнение православной, наверное, церкви, ну, ваше, давайте скажем так, ваше мнение, как представители православной церкви в определенном смысле. Вот когда, я не говорю если, когда мы улетим, не нам, даже, может, на Марс, а еще куда-то. И мы там встречаем условных зеленых человечков. Как на это будет реагировать церковь? Они тоже дети Божьи? Как они появились? Ну, вы же понимаете, основная дихотомия между ярыми поклонниками и ярыми отрицателями церкви. Это момент первых глав бытия. Ну, и, собственно, в этой связи вопрос, есть ли план? Плана, конечно, нет. Наше сознание геоцентрично, и мы, в общем-то, даже в пределах Солнечной системы или Млечного пути, мы понимаем, что вокруг нас миллиарды световых лет как бы холодной пустыни, которая не подает никакой признаков жизни. В то время, как на этой маленькой планете, как говорят физики, тонко настроены. Есть такое понятие тонкой настройки. Вот эти все, значит, константы физические, все они настроены максимально тонко, для того, чтобы, собственно, мы жили. Чтобы мы дышали, и сердце в сердце билось, и кровь гонялась по венам. Так вот, вот на этой маленькой планете на каждом квадратном сантиметре киш-мякишит жизнь в разных формах. Поэтому, с точки зрения факта, вот в этой погруженной в кишащую жизнь, как бы, и наблюдающей за абсолютно холодными безднами, которые не подают нам признаков жизни, мы как бы лишаемся необходимости думать даже об этом. У меня вопрос, который как раз касается изменений, касается эволюции, прогресса. Ведь, в данном случае, Русская Православная Церковь, как мне кажется, она использует все преимущества, вот, ваша деятельность на Ютьюбе, и использование новейших медиа для того, чтобы рассказывать, нести слово Божье максимально широкой аудитории. И мы видим, что вот эти тренды подстраиваются в целом множество конфессий. Ну, например, совсем недавно Папа Римский произнес дословно следующую цитату, то есть, что называется, от зеленых человечков к человечкам голубым. А именно о гей-парах он сказал, что это тоже дети Божьи и имеют право на семью. Вы гей, коммунист и Папа Римский одновременно? На всю воля Божья. Как представитель Русской Православной Церкви, как вы можете актеризовать это заявление и является ли это, ну, в общем-то, симптомом того, что в данном случае католическая церковь идет в ногу с трендами, идет в ногу со временем. Как православный человек я выражу общее православное мнение отношений к человечкам другого цвета. Значит, мы стоим на Писании, мы руководствуемся Писанием, и там в послании к римлянам об этом пишется, именно об этом виде греха. Говорится в послании к эфесянам, что дойдя до бесчувствия они творят всякую нечистоту с ненасытимостью. Говорят, но вы не так познали Христа. И для нас нет проблем в том, как относиться к этому греху. Что касается католиков, то я должен сказать, что меня не радует сдача католиками своих позиций. А она происходит, эта сдача? Я думаю, да. Я думаю, что на католиков, как по моему мнению, так сказать, имхо такое, значит, из-за рубежа, из-за границы, значит, что на них совершается серьезнейшая атака, спланированная атака, многоуровневая, эшелонированная, потому что католицизм имеет все-таки крест и миссию оставаться нравственным скелетом западного мира. Поэтому полное крушение католицизма будет означать полное крушение западного мира. Они рубят сукну, которым сидят. Поэтому их загнали в некое прокрустово ложе современной проблематике. И папу мы слышим, например, мы не слышим, чтобы папа, например, с балкона сказал, «покайтесь, ибо приблизилось старство Божие». Или там «молитесь усердней». А он это произносит периодически? Он произносит, наверное, периодически, но мы этого не слышим. У нас такое впечатление, что папа только выходит урби и торби и говорит с балкона, например, в соборе Стопетра, говорит, «берегите природу», например, или «не стреляйте в Эфиопию и в этих, и в этих». Или говорит, скажем, «любите этих тоже, потому что они тоже». А то, если он говорит что-нибудь другое, мы этого не слышим. И я уже даже сомневаюсь, говорит ли он это, потому что они настолько стремятся подстроиться под этот изменяющийся мир, что только в случае озвучивания повестки, навязанной миром, они как-то попадают в информационное поле. Меня это не радует. Я знаю, что католики есть католики, есть католики. Там есть какие-то монахи набожные, которые молчат в своих кельях и читают псалтири и больше ничего не делают такого мирского. Есть какие-то священники, наверное, усердные в проповеди и евангелизации. Все это есть. Но в целом католицизм подвергается серьезнейшей атаке на разных фронтах. Вот по поводу педофильских сандалов и вообще по разным поводам. И я смотрю на это с печалью. Я понимаю, что это самоубийственная практика для западного мира. Поэтому, да, видимо, понтифик за... Так, собственно, и патриарх Парфоломей, его давно я читал. Это не оскорбительно, но это очень симптоматично и опасно. Его называли зеленый патриарх, потому что удельный вес экологических проповедей в его речах патриарших. Он, кстати, очень не глупый человек, он очень мудрые вещи может говорить. Даже в переводе или даже на иностранном языке, допустим, на каком-то инглише, читая в какой-то газете православной его речь, ты поражаешься какой-то стройностью, глубине его высказывать. Ну, патриарх, куда не денься. Но его давно уже называли зеленый патриарх, потому что ему, видимо, навязано. Или он сам добровольно принял эту повестку. И он про экологию говорит много. Ну, как-то так, даже до странности много для патриарха. Потому что есть, о чем говорить, патриарх. Да, и есть, кому говорить про экологию. Той же Грети Тумберг. Бла-бла-бла. Нет зеро по 2050. Бла-бла-бла. Нет зеро. Бла-бла-бла. Климат нейтрал. Бла-бла-бла. Отец Андрей, и вот такой вопрос. Не дай бог, конечно, но разрушится католичество. Придут ведь за православием. А мне кажется, что уже сейчас всевозможные атаки на русскую православную церковь, на духовные скрепы, над которыми, я не публикуюсь этого слова, в стальных текстах смеются, издеваются, причем делают это люди очень образованные, интеллигентные. Как остановить эти атаки? И можно ли их вообще остановить? Нет, наверное, мы не можем договориться с дьяволом. Не наверное, а точно мы не можем договориться с дьяволом. И за русскую церковь что значит возьмутся? За нее взялись очень давно. Она вообще в 20 веке это церковь мучеников. Но я имею в виду за возродившуюся русскую православную церковь. За возродившуюся, да, конечно, она представляет из себя большое удивление. Вот вроде не было, и вот опять. И уже все смирились с тем, что ее нету. И что она сервильная, такая, и вся под властью, и что она обескровлена, и она обредоверная. И в числе прихожан у нее только одни бабушки. И вдруг нет, как бы, оказывается, нет совсем. Даже на 100% нет, она другая совсем. Поэтому, конечно, она фактор раздражения является из себя церковью. Но вы знаете что? Что истина не может не раздражать. Это очень важная вещь, которую стоит понимать всякому человеку, который стремится, например, докопаться до нее или артикулировать ее, если он ее знает, как ему кажется. Недавно один священник, я читал его статью, который имел опыт преподавания на Западе в разных вузах. Он говорит, что англичанин так воспитан, что он никогда не оскорбит, если, например, не унизит вас как бы в лицо, если ему что-то не понравилось, в том, что вы сказали, если его это не трогает. Например, говорит, как вам проповедь сегодняшнего паттера? Говорит, он скажет, в этой церкви очень красивые витражи. Это, знаешь, ему до лампочки все же рассказали. Но если вы сказали что-нибудь, вот вы что-то говорите, и вдруг он скакивает по багровевшей, говорит, что он позволяет себе? Куда его понесло? Он что несет вообще? Я не согласен. Я буду протестовать. Я напишу жалобу. Значит, мы попали. То есть, вот в яблочко, вот тронуло его, торкнуло. Значит, массовую информацию сейчас видим очень хорошо. Вы правы. И апостол Павел так говорил, что мы разносим одно и то же благоухание, познание Христа. Но это благоухание, познание Христа для одних является запахом жизни в жизнь, а для других запахом смерти в смерть. То есть, одно и то же. Он не подделывается ни под кого. Он просто говорит одно и то же. Но один от этих слов радуется и вдруг возникает, ты этого не хочешь, ты не ищешь врагов. Но кто-то вдруг на тебя страшно оскорбился. Что ты ему тут посмел, например, сказать, что будет страшный суд. Как вы смеете меня пугать? Например. Так что, церковь и вообще любой человек, который стремится добраться до истины на каком-то маленьком жизненном уровне своем, он должен понимать, что он должен заплатить за свое правдоборство или стремление к истине чем-то. Еще пока не знаем, чем, но... Я поддерживаю пафос Никитинова вопроса о том, что борются и с православной церковью, и с католической церковью борются. Но, опять, диалектически есть и вторая сторона вопроса, потому что с учетом такого постмодернистского общего падения критичности мышления, очень многие люди, как вы правильно отметили, ищут Бога, какие-то духовные практики, еще что-то. И на этом фоне и католичество, и православие в какой-то степени усиливает свое влияние на общество. Это видно в Латинской Америке, как там сейчас католики очень сильно работают. В Африке это видно, там и греко-католики, и греческая церковь работает активно, расширяя паству. И православие сейчас идет в Африку. Казалось бы, нам всегда говорили, опять же, в общественной повестке, что православие не празолитическая религия и конфессия в этом смысле. Почему сегодня православная церковь пытается расширить свой реал? Зачем это нужно? Видите ли, православие, если мы говорим не столько празолитическое, сколько не миссионерское, скажем так, не очень активно в миссионерстве, если сравнивать с протестантами или католиками. Но это не было похвалой. Когда мы это говорили, это не было похвалой. Потому что миссия вписана в природу церкви. То есть идите, научите. «Будьте мне свидетелей до края земли». То есть это природа церкви. Так что наш исторический минус мог бы заключаться где-то в какие-то эпохи в том, что мы где-то сворачивались внутрь себя и мало интересовались теми, кто мог бы от нас принять веру. А сегодня это все меняется. Вообще, я должен вам сказать, раз уж мы католиков насчет бедных затронули, что лицо католической церкви сейчас определяет не Европа. То есть католицизм в течение полутора тысячелетий был только европейской верой. За исключением португальские миссионеры принесли ее в Японию, на острова, туда-сюда. Но сегодня лицо католицизма и нервы католицизма и сердце католицизма в каком-то степени это Африка, Латинская Америка и Малайзия, например, где-нибудь где-то там. Это главные католики в мире. Им непонятна европейская проблематика, вот эта вся, значит, перевернулись какие-то страницы. Так что Африка это вообще-то будущее мира, на самом деле. Африка это, в принципе, будущее мира с точки зрения любой. Минеральных ресурсов и человеческого потенциала, как бы вот этого всего-всего-всего и проблем и потенций. Поэтому хорошо, что нам хватает времени и сил обращать свой взор и туда, в эти для нас новые территории, которые до сих пор никак не были почти никак не были охвачены русскими миссионерами. А вообще-то, да, у нас есть такая вот, ну что ли, это тоже наша природная черта, она исторически воспитана. Нам более интересно сесть на месте и заниматься собой. Или в худшем случае ничем не заниматься, чем, значит, беспокойно вскакивать, бежать куда-то и заниматься чем-то. Недавно была память Николая Японского. Уникальный человек, он приехал посольским священником в Японию, Николай Касаткин, прожил там около 50 лет, как достояние всей Японии, был похоронен на кладбище со всеми знаменитостями, которые в Японии лежат, его признали за своего. Восемь лет никому ничего не проповедовал, но настырно и звучал японский язык и культуру, чтобы психологически стать японцем. И только через восемь лет потихонечку осторожно начал проповедовать. И к концу его жизни было несколько семинарий, десятки храмов и приходов, 35 тысяч православных японцев, рожденных лично им в вере. И рождена была поместная сестринская по отношению к русской японской автономной православной церкви. И вот он говорит в своих дневниках, пронзительных дневниках, пишет, что я один как перст. Вокруг меня сотни католических миссионеров, тысячи протестантских. Я совершенно один. Но тем не менее его труды остались не то, что незамеченными, его труды были равноапостольными. Для того, чтобы проповедовать, совершил культурный подвиг. Он изучил Японию лучше, чем средний японец знает ее. В части истории и материальной культуры, и психологии, и религии, и всего остального. Ну и, конечно, язык. Кстати, японский язык настолько сложен, что каждый образованный японец читает газету со словарем. Они учат язык до смерти. Это сложнейший язык. Но видно как бы и проблематику, то, что все-таки да, что все, что хорошее, что у нас исторически происходило, очень часто происходило не как результат планомерной, спланированной, организованной и массовой работы, а как удачный проект какого-нибудь Левши. Глядите, пожалуйста, ведь они шельбы англичскую блоху на подковы подковали. Который на смертном адре, если помните, да, он же умереть-то толком не мог спокойно. Он кричал, передайте государю императору, что англичанин причем ружье не чистит. То есть его, то есть вот эти левши, как бы, да, которые блоху куют, как бы, значит, эти поручики, которые осваивали Сибирь и Дальний Восток, у министра нет времени там, как бы, сняться с места и поехать, у губернатора тоже. А вот какой-нибудь там подпоручик Кижа там, как бы, значит, отвоевал поламура, например, там, успел там, случайно, допустим. Как-то так оно происходит, понимаете, как на войне, например, когда убили генерала и вдруг его имит там или полковника и командовать полком вдруг стал, например, лейтенантом. В этом контексте не могу не задать вопрос. Понимаю, что не совсем к вам, но все-таки. Называется не по вашей епархии, но все же. С Китаем у нас что-то получается в этом плане сейчас? В Китае у нас как-то получилось, полработы мы сделали. В Китае было несколько миссий, еще при Петре, очень неуспешных. Они возвращались, как бы, значит, не солоно хлеба уж, с подрезанными крыльями. Они разбивались просто в пыль о грандиозной задаче. Потом получилась очередная миссия, получилась. Некий иромонах, иакин в Бичурин составил учебник, стал перфектным китаистом, первый китаист русской истории. По его учебникам учатся все сегодняшние китаисты, собственно, как они, синологи называются, да? Значит, он составил описание природы Китая, психологии Китая, значит, справочники по истории Китая, слова русско-китайские, китайско-русские. То есть, культурный фундамент под будущий духовный подвиг он заложил. Дальше он не пошел, у него не получилось тоже. Он стал китайцем, по сути, да, и принес Китай в Россию как бы в лице вот книг, там, манускриптов, там и всего-всего. Но дальше мы не пошли. Там было... Есть китайская миссия, были китайские мученики, но как-то китайцы, значит, как-то по-другому к этому всему отнеслись, значит, пока они купируют все эти вещи. У китайцев своя государственная политика, своя консультианская психология, они переживают каких-то своих вещах, которые мы можем даже не понимать. И они вообще купируют всякое инакомыслие в своей стране, которое выходит за рамки традиционной китайской психологии. Поэтому с Китаем пока вопрос открытый остается. Хотя там есть много христиан, разноконфессиональных христиан. Я сейчас называю христианами людей, которые читают Евангелие и верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Таких людей в Китае много, уже много. Но процентной доли, конечно, немного. Вообще, на удивление, должен вам сказать, согласно статистике, христианство является бурно растущей религией даже в мусульманских странах. Наблюдается христианский рост даже в таких странах для христиан, ну, скажем, в черной зоне для христиан, как, например, Пакистан. То есть даже там происходит процентный рост христианских общин и людей, исполняющих христианство. Хотя там все против этого. Так что христианство в силу, наряду со своей некой такой мягкостью, как бы такой, незубастостью, оно имеет тенденцию к непрекращающемуся росту. Вот у меня как раз вопрос, который связан с информационным фоном. Отец Андрей, мы сейчас с вами записываем интервью, и мы все так или иначе находимся внутри информационной повестки, которая, к сожалению, связана с такими вопросами, как война, Украина, столкновения. И сейчас, не касаясь детально этих вопросов, не касаясь геополитики, геоэкономики, транспортных, энергетических маршрутов, все-таки, как представителя церкви, хочу спросить. Вот это нагнетание войны и вообще сама война. Какое отношение внутри церкви? Хочу дополнить вопрос. Вспоминаю наших великих предков, наших полководцев, того же Дмитрия Донского, который перед, как мы помним, битвой всегда шел к святителям. Как вы думаете, какие слова находил для того, чтобы поддержать нашего великого предка, тот же Сергей Радонежский? И вообще, вот отношение к войне, к защите изменилось и трансформировалось ли с тех пор? Я так осторожно прореагирую двумя смысловыми частями. Во-первых, поскольку Россия, историческая Россия, потерпела страшную такую, значит, молотилку, вот эту, вышла историческую, да, то за это время от России отшелушилось и отсеялось очень много частей, которые раньше были для нее органичны. Например, у нас исчезло купечество. То есть современные бизнесмены, агробизнесмены, конечно, они не купцы древнего пошиба. Это была совершенно другая страта населения, другой психологии, другой трудовой этикой. Они просто исчезли. Исчезло казачество. Уничтожено под корень как класс. Исчезло крестьянство. То есть тот христианин дореволюционный, который имел 6-7 детей, не считался многодетным, между прочим. Понятия многодетности не было, хотя рожали очень много. И который был специалистом в 25 профессиях. Он мог и построить, и подоить, и вскопать, и засеять, и залатать, и что-то там. Значит, смастерить там. Вот этого крестьянина, который нюхал землю и знал, когда она хочет рожать, когда она хочет засеиваться, его нету, его уничтожила история. То есть его уничтожили. Колхоз – это не крестьянство. У нас исчезло дворянство. У нас исчезла вот от дореволюционной интеллигенции профессура, которая частично уехала, частично стала к стенке. А частично пошла на союз с новой властью. Значит, и возникает вопрос, а что у нас вообще осталось? И вот вы знаете, что от исторической России у нас осталась только церковь и армия. Тоже потрепанные, тоже прошедшие через историческую мясорубку, но сохранившие свое ядро и сумевшие протащить эту историческую преемственность через эти лихолетия. Поэтому отношение к войне и ко всему, что связано с армейским долгом и доблестью воинской, я думаю, у нас в принципе, ну с плюсами и минусами, там, чем-то там, конечно, в принципе, не изменилось. Все, что говорил Сергий, Дмитрий, можно говорить сегодня любому офицеру, особенно, когда они стоят перед лицом боевой задачи, они тебя поймут очень хорошо, потому что в экстремальных ситуациях это все впитывается на раз, на ура. Так что вот в этой части мы, я думаю, не изменились. Что касается вообще войны, то поскольку я присутствую в этом информационном поле как пассивный наблюдатель, как слушатель, анализатор, иногда как участник каких-то процессов, что мне лично не хватает в этом дискурсе военном, общеполитическом, всем, всем, вот какого-то такого штриха информационного, именно штриха, не какого-то мощного блока, именно штриха. Сейчас я скажу, что я имею в виду. Вот первая война на земле, первое убийство, первое кровопролитие было совершено не за нефтяные скважины, не за долларовые активы, не за нарушение государственной границы и даже не за женщину, как воевали троянцы и ахейцы, не за прекрасную Елену. То есть не было ничего того, с чем мы связываем войну. Каин убил Авеля. Что могло быть между братьями на этой широкой земле, которая вся была их? Но там было, там была духовная причина. И я уверен, что в любой войне, которые шли и идут, или будут идти, там существует духовная подоплека. Но нас об этом заставляет говорить хотя бы ИГИЛ, потому что это мистическая война. Это религиозно-мистическая война. Это, конечно, понятно, что любой классический мусульманин скажет, что это неправильный ислам, ислам вообще миролюбив, а это вообще какие-то головорезы. Но это отдельная будет тема, отдельного разговора. Но в любом случае ИГИЛ – это религиозный фактор. Это религиозный фактор войны. А вообще войны все религиозны. По крайней мере, на глубине. Даже участники этого не осознают, может быть. Но что мы делим? Мы говорим, ты будешь жить, как я живу. Я не буду так жить. Нет, я теперь знаю, как нужно жить, и ты должен со мной согласиться. Ты будешь жить, как я сказал. Я не буду жить, как ты сказал. Я тебя заставлю. Я буду сопротивляться. Я тебя убью. Поехали. Это мировоззренческое столкновение. То, что на Украине происходит один в один. И мы совершенно, как бы, ну, то ли мы лишены языка, чтобы говорить для этого, то ли у нас нет этих мыслей, то ли мы боимся это сказать. Но вот это в дискурсе этом общественном не звучит. Мы опять говорим о нефти, о мариупольских металлургических заводах, там, насчет о Керченском мосту, о трафике сухогрузов по Черному морю, о чем-то еще, о чем-то еще, о каменноугольном бассейне, о долларовых активах, о газовой войне. Но это все высшие этажи явлений. А в глубине там другое. Вот этот гениальный Гоголь, он же когда написал, хороший писатель, ведь до конца не знает, что он написал. Смотрите, у Тараса два сына, Остапа и Андрей. Одна мать и один отец. Одна кровь и одна утроба. Одно воспитание. Одна и та же бурса киевская. Одна и та же сечек вскормила. Ну, у них все одинаковое. Но потом Андрей совершает идеологический, как бы финт ушами, как бы он влюбляется в полячку и принимает вместе с этой полячкой и ее веру, и ее родину, и ее мировоззрение, и ее жизнь. И со стервенением, на пустыне, начинает убивать своих братьев. Говорит, а что ж тебе сынку не хватало? Добрый же был казак, говорит Остап. Я тебя породил. Я тебя и убил. По сути, это мистика. Остап и Андрей, они не за бабки выбивали друг друга, то есть они стали непримиримыми врагами, но не за деньги. Чем соблазнила современная Украина, чтобы стать в духовном плане такой, какая она сейчас? Я, в принципе, все уже сказал. Хорошо, отец Андрей, тогда вопрос по поводу очень важного постулата православия, христианства в целом, непротивления злу, насилия. Да. Мы в последнее время, опять же, в информационном пространстве постоянно слышим следующее, что, в данном случае, в частности, русская православная церковь, вместо того, чтобы смириться, прощать, наоборот, отвечает. Тот же закон о воскресении чувств верующих и дела уголовные, которые на основании этой статьи возникают, и люди действительно потом оказываются за решеткой. Вот на ваш взгляд, нет ли в этом противоречия? Потому что, действительно, люди непосвященные, если говорить очень упрощенно, они действительно считают, что церковь не должна ничего предпринимать. Человек верующий должен смириться, подставить вторую щеку и не оказывать злу, нападению, агрессии, хоть какой-то сопротивление. В этом вопросе церковь поступает, чувствуя на своей душе, на своих плечах ответственность за моральный климат в огромном государстве, являющемся по факту поликонфессиональным и многоэтничным, полиэтничным. В полиэтничном и многоконфессиональном государстве пренебрежительное, хамское, высокомерное, насмешливое и так далее, через запятую, целорезно, отношение к чужой религии это фактор внутреннего взрыва возможного. Здесь речь не идет о том, что обидели, например, священницу Дарью Петровну или обидели, например, имама Хусейна Хасановича, например, или обидели протеерея Спиридона Федоровича. Вопрос не в личных оскорблениях, вопрос в том, что баловство с религией, хамское, пренебрежить, ну, в духе Шарли Ибдо, например, или в духе этих голопопых блогерш, которые там фотографируют... Ну, в духе, в духе там... Имеем легион, скажем так. Да, в духе разных-разных людей, которые через запятую занимают очень много места на бумаге. Значит, вот такое отношение к религии вообще в поликонфессиональном государстве, оно взрывоопасно, и надо быть очень слепым, недальновидным и каким-то восторженно-примитивным человеком, чтобы элементы нравственной ответственности личности переносить на государственное управление. Вы же понимаете, что по Евангелию ни одна страна не жила, и по Евангелию ни одна страна жить не может. Евангельский закон о прощении работает только на уровне личность-личность. Ты меня обидел, я правю тебя простить. Даже если я тебя обижу в ответ, как бы меня поймут. Я буду каяться, потому что я согрешу, я нарушу Евангелие, но меня поймут по-человечески просто. Но упразднить уголовное право на основании того, что подсоединят на вторую щеку, это будет безумие со стороны государственных деятелей. Если помните, развал страны, ведь Россия, исторический развал, он же начался не октябрем, а февралем. А февралисты были как раз такие восторженно-примитивные мечтатели. Или это была банда хитрых негодяев, или это были какие-то прекраснодушные идиоты. Но другого не исключает, кстати. Может быть, да. Вот это упразднение службы внешней разведки, раскрытие всей агентуры, это раскрытие тюрем. Предателя. Голосование ходит ли в атаку на это? Да, вот это вот депутатские советы на воюющей армии, вот эти вот митинги перед атакой, это все вот это баловство в демократию, это оно потом послужило прямой причиной этих рек крови в нашем государстве. Ну, зная все это, нужно понимать, что не надо смешивать уровень личной ответственности с государственной политикой в области поддержания и гармоничного такого установления межконфессионального, межнационального и прочего-прочего мира такого, да? Не надо это смешивать. Вот в данном случае здесь именно об этом идет речь. И больше ни о чем. Ну, тогда второй важный вопрос. Меня, знаете, если честно, надо говорить, например, непрестанным с утра до вечера оскорблением моих чувств, например, как верующего, является, например, политика Первого канала. Допустим. В чем это проявляется? Там или там... Пусть говорят в программу, например, или там мужское-женское. Скажи, что я прямо... 200 тысяч тебе дали, и ты побежала скорее... Прямо без ума я тоже пьющая, да? Скажи еще. А почему нет-то? Ты сидела вместе с нашей и пила. Подожди, подожди, почему ты сразу на пьющую? Потому что я слышала комментарии... Слышите, так, молчать! Ну, по крайней мере, 70% контента будет меня оскорблять лично для человека. Потому что меня просто жуть берет, как бы, значит, сколько можно об этом говорить как бы постоянно. Может, там, не знаю, черное-белое, синее-красное, там, мужское-женское, там, собачье-кошачье, как бы, оно... Оно все какое-то... Оно все никак не для людей какое-то, значит, такое-то. Вот это... Эти крики там... Нет, Андрей, но это рейтинги, понимаете? Рейтинги правят... Но они меня оскорбляют. Я должен идти в суд, что ли? Нет, конечно, не буду... Мне любой скажет, выключи телевизор. Я так и делаю. Поэтому не надо мешать лично... То есть меня и так оскорбляют на каждом шагу. Чувства верующего человека оскорбляются постоянно. Они с утра до вечера оскорбляются, если быть внимательным. Но мы не идем в суд, мы понимаем, где мы живем и как мы живем и какие времена сегодня и чего мы хотим большего. Довольствия тем, что есть, как что называется, да? Вот. Поэтому здесь вопрос только лишь государственного управления. И вот... Хорошо, например, полякам, условно говоря. 98% населения страны это поляки и католики. Моноэтническая, моноконфессиональная страна. Делай, что хочешь. Внутри страны полный консенсус по целому пакету вопросов. Совсем другое дело России. Ну вот, опять же, логичный вопрос. И несмотря на эту атмосферу ненависти, хейта, вы в данном случае, как личность, вы идете в интернет. Интернет, где больше всего хейт, где больше всего агрессии, где больше всего оскорблений. Ну, давайте прямо скажем, наверное, именно интернет сейчас это то пространство, где многие законы начали работать в нашей стране, но прямо скажем, не до конца. Исходя из этого, вот целеполагание прихода в интернет, работа с интернет-аудиторией, она с чем связана? Это попытка привлечь молодежь, это попытка использовать, опять же, новые средства коммуникации, чтобы расширить свою паству. Как вообще вы пришли к тому, это сейчас для многих, может быть, покажется неожиданным, но вы фактически блогер-миллионник. То есть у нас таких людей, у которых есть такие большие цифры по подписчикам, по просмотрам в целом русскоязычном сегменте Ютьюба не так много. А учитывая то, какой деятельностью вы занимаетесь, ну прямо скажем, вы, наверное, один-единственный. Вот все-таки в чем целеполагание заключалось, когда вы решились зайти в это пространство хейта, интернет? Я попал в это пространство, так как Горинча попал в футбол. Значит, если вам известна эта история, значит, маленький Горинча жил в бедном квартале и гонял тряпичный мяч, потому что на кожаный денег не хватало ни у кого. Он был кривоногий, как бы одна нога, короче, другой, как бы, значит, вот этот шнурок, значит, ну, как все остальные там эти латиноамериканские пацаненки, больные футболом с детства, просто бегал там среди мусорников, значит, там в пыли, значит, гонял какой-то там тряпичный мяч. И какой-то футболист, то ли тренер, то ли какой-то футболист заметил его, что этот пацан так гениально бегает между разных ногах. Вот. И он начал с ним играть, как бы уже как взрослый, как бы этот малый как бы его вечно обводил там, как бы дриблинг этот у него был какой-то уникальный. И он его просто не мог пропустить его. Точно так же, как и Вазовского, который там рисовал углем на стенах, как бы не мог пропустить там один богатый человек, который увидел, что это просто маленький гений. И они все как бы случайно попадали куда-то, как бы. Вы же не думайте, что я мечтал залезть в интернет, как бы, значит, я так, условно говоря, вчера научился пользоваться мышкой. Ты просто делаешь то, что ты делаешь, а кто-то это записывает и потом где-то размещает. А потом она, потом, что-то выстреливает. А почему она выстрелила? А кто его знает? И ты как бы ничего не думаешь, ты ничего специально не делаешь, ты просто делаешь свою работу. А потом, когда ее уже как бы начинают фиксировать и размещать, как бы она почему-то выстреливает опять. Опять выстреливает, как бы ты понимаешь, а людям это надо, оказывается. Хорошо, а почему у нее не выстрел у тебя выстрелило? Я не знаю. В какую-то жилу ты попадаешь, как бы, значит, И почему-то человеку это надо. Он именно об этом думал, как бы ты ему на это ответил. Поэтому это с человеческой точки зрения происходит случайно. С точки зрения того, кто над нами, это какие-то закономерные вещи, в которые мы не проникаем. Но с моей стороны, понимаете, я как маленький Горинча, бегающий с тряпичным мечом по пыльному кварталу, никогда не думал быть, как вы сказали, назвали, блогером-миллионником. Я и сейчас себя блогером не считаю. Я священник в русской православной церкви. Я проповедую Евангелие, служу как могу и общаюсь с людьми в разных возможных форматах. Я просто скажу, что мы по роду деятельности общаемся со многими блогерами, и не только миллионниками, даже в меньшей степени. Так вот, все-таки отец Андрей один из самых скромных блогеров и миллионников, которых мы только встречали. Спасибо вам, вам уважение за это. Какое-то самое, знаете, был такой, есть такой журналист Дибров. Когда-то очень давно, относительно давно, сейчас все ускоряется, может уже лет, наверное, 10 или 15 назад. Я видел, опять-таки, так, когда гуляешь по каналам, его интервью с Борисом Гребенщиковым. И он там что-то говорил, и он спрашивал причины его популярности. Невероятная способность кого-то, не всем видана, не улетая никуда, вот здесь, на этой грешной земле, устанавливать царство любви. Так а царство любви, оно вокруг есть. Здесь мы просто выбираем этого не видеть. А выберем видеть, увидим. Ему, значит, Гребенщиков говорит, ты знаешь, я тебе расскажу историю. Меня вызывали какой-то раком партии, какой-то раком комсомола, там еще в советские годы, вот, когда этот рок-клуб ленинградский, там подпольный, там все это, понимаете? Его какой-то там дядька, там партийный какой-то босс, говорит тому, слушай, Боря, говорит, вот ты мне объясни, говорит, ну почему тебя слушают? Ну я слышал твои песни, ты блеешь как козел, говорит, а нет, ни голоса, ни слуха, говорит. Это примитивная музыка, говорит, ну что ты, почему люди так тебя слушают? Говорит, верите, я сам не знаю. Это вот Гребенщиков диплом. А вам нравится Гребенщиков, его музыка? Ну по юности он сделал свою работу, он на меня повлиял, конечно. А современные острополитические? Нет, Гребенщиков для меня, то есть я перерос, как бы, ну из этих, как бы сказать, одежек я, смею сказать, вырос. Ну вот, ну когда-то, конечно, это самое, Борис Гребенщиков, конечно, очень много сделал для моего поколения. Я помню, там, скажем, себя там в 16 или 17 лет, конечно, конечно, эти партизаны полной луны, там и все остальное, как бы, на меня повлияли, конечно. Кто у нас начальник, и где его плеть? Страх его праздник, и вина его сеть. Мы будем только петь, любовь моя, Но мы откроем дверь У нас советское было все-таки детство, как бы, я тут эти песни, как бы, о том, о чем-то никогда не слышал, конечно, они раскачали наше сознание. И вы благодарны ему за это? Да, конечно. А вот смотрите, вот если перенести этот пример на современные реалии, Маргинштерны всевозможные, не знаю, рэперы, Содолавы, они ведь... Слава Кокин. На самом деле, имя им тоже «Легион». Но вот все-таки, ведь точно так же мы видим, что взрослое поколение, они негодуют по поводу того, какое влияние оказывают эти музыканты, эти рэперы, эти блогеры на современную молодежь. А может быть, потом, в будущем, эта молодежь будет благодарна тому же Маргинштерну и скажет, ой, вы знаете, я благодаря Маргинштерну, хотя, казалось бы, тоже посмотрел на этот мир по-другому. Либо это все-таки разные ситуации. Нет, мне кажется, это совершенно разного поля ягода. Понимаете, вот, например, я не люблю бардов. Вот они не ложатся мне на душу. Вот это «Милая моя солнышко лесное», как бы я засыпаю или раздражаюсь под эти песни. Но для какого-то очень большого числа наших соотечественников, которые лет на 10 постарше меня, вот эти вот песни «У костра», вот эта атмосфера студенческих 70-х, там что-то еще, когда люди из городов уходили в горы, или на рыбалку, или в лес, это было их отдушина. Опять-таки, в советское время это было неофициально отдушина. Это их гармония, это их слова, это их мелодика, как бы. Оно им что-то дало. Не, оно ничего не дало, но им и давало. И вот их можно благодарить. Например, я не воспитывался, скажем, на Куджаве. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Я хорошо прослушал там большую часть того, что он пел. Не скажу, что я в восторге от него, но я понимаю, что для кого-то он был как бы вот... Ах, Акуджава, ах, там Акуджава. Там Акуджава песни Висбро поет. А, дать мне валидола, как бы, это гениально. А это были люди, которые искали ответы на больные вопросы. Это не были пацаны, это не были деньгорубители, как бы, значит, это не были хайпожоры, бабкокосители, как бы, значит. Это были люди, которые там, кто-то войну прошел, кто-то там жизнь тяжелую прожил. Это люди, которые, ну, такие терпеливо замученные люди, которые все-таки искали какой-то свет в окошке, там, они как-то пытались об этом шептать, петь, писать. Правильно-неправильно второй вопрос. Это уже другой вопрос, да. И, конечно, они находили для себя аудиторию лица таких же, как они, людей, которые тоже искали свет в окошке, которые пытались понять зачем, что, почему, почему в мире много боли, о чем тоскует мое сердце. Есть ли вообще любовь или эта сказка, написанная в романах французских. А вот об этом всем люди думали, как бы, а что такое смерть, как бы, значит, а зачем мы плачем, как бы, там, а почему я летаю во сне. Что такое душевное такое, такое за рамками официальной идеологии. И это была такая душевная, отдушина для большого числа людей. Вот такой же душевной, отдушиной был русский рок, например, для русской молодежи, потому что русский рок, в отличие от американского, английского рока, это рок, построенный на слове. Значит, есть ли в американской музыке и в английской музыке мелодия, вот ритм и вообще вся звукачи, короче, это самые главные люди на земле, вот надо, чтобы звучало. А что там пропоешь, как бы, это можно не слушать очень часто. Если ты не Боб Дилан, как бы, то можно не слушать. А русский рок – это рок, который стоит на позициях русской литературы. Это литературный рок, это словесный рок. Поэтому он акустический, скорее, больше, чем металлический. Поэтому он хочет сказать и просто прокомпонировать то, что ты сказал. У него есть словесные посылы. В этом смысле он более… он, собственно, в русле русской культуры. То есть как советский период при всем неоднозначности отношения к нему нельзя вырвать из контекста всей русской истории, так, например, русский рок никак не вырывается из контекста русской литературы. Вот в антологиях современной русской литературы, современной русской поэзии, есть отдельные главы о русском роке. Потому что там есть, скажем, Шивчук обязательно, у него хорошие стихи. Там есть тот же БГ, потому что в каких-то вещах он просто поэт. Цой в конце концов. Да. Иногда он просто степчик, ты можешь съесть этот суп, только помнишь, что он с мясом. Этот суп с мясом, этот суп с мясом. Вот тебе уже и БГ. Положи на музыку, и можно петь. А где-то он поэт. Поэтому это наша культура. Александр, ну вот смотрите, но ведь современный русский рэп самый популярный жанр. Миллионы просмотров, десятки миллионов прослушиваю. Да-да. И он стоит на трех китах. Я прошу прощения, что при вас это произношу. Бабки, деньги, тёлки, девушки, гучи, брендовые всякие шмотки, ну я уж не говорю про запрещенные вещества. Не является ли это отражением современной русской культуры среди молодёжи? Плохо, что химические вещества вошли в творческий процесс. Раньше-то люди... Многие вдохновляются этим. Раньше-то столичной хватало, или портвейной. Тем же рок-музыкантам портвейной хватало. Жалко, что химия вошла в процесс. И жалко, что большие деньги вошли в процесс, потому что большие деньги убивают вообще творчество. И художник не обязательно должен быть голодным, конечно, как считают некоторые, но большие деньги убивают творчество. Они рождают конъюнктуру. Да, это может быть кризисное явление, совершенно верно. Но я слышал, что есть рэперы, которые взрослеют и оставляют вещества, и начинают говорить какие-то совершенно другие тексты. И поскольку они узнаваемые, пользуются уважением... Я, кстати, один баттл посмотрел, я просто забыл их имена, кто там в баттле участвовал. Здесь его ведь неграмотно, сраное отражение. Я здесь, чтобы вы поржали на пару с пренебрежением, он ко мне с обожанием, подражанием, но отторжением. Мне дети подсунули. Я не без интереса и некоторыми местами не без восторга перед виртуозностью. Я только когда понял, это не режиссировано, это было прям такое вот... Фристайл. Да. То есть это очень... Я видел людей словесно одаренных и начитанных. Меня, конечно, коробит мать-перемать, потому что это не нужно. Русский язык настолько хорош, что у него хватает всего. Он не требует привлечения матерной лексики. Матерная лексика по Достоевскому, это когда у тебя кипят мысли и вообще нет словарного запаса. Когда ты как бы мычишь, а мыслей много, и потом что-то какое-нибудь такое короткое, что-то дурное. Это как бы... Это способ общения... Выпуск эмоций, да. Это способ общения очень дубовых людей, у которых очень много эмоций и совсем мало слов. Это Аллочка Щукина так может разговаривать. Ма! Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение. Начитанному человеку не надо этим заниматься, но я вижу, что там... А вообще вырвать это из культуры, как бы я бы поостерегся. Пока мы находимся в интернет-пространстве, условно из него никуда не ушли, в интернете же много разных таких мифологем массового сознания. Одна из мифологем, вы ее 100% знаете, я ее произнесу так, как она звучит, «Попы обнаглели», называется. Надувные храмы, служба, где президент стоит. Господи, слава тебе, слава отцу и сыну, и святому духу, и пресне вовеке Бога мини. Огромное количество церквей строится и так далее. Как вы относитесь к нынешнему положению православной церкви внутри российского государства? Достаточно ли она отделена от государства, по-вашему? Ну, надо просто огласить весь список, потому что есть кладбищенское священство, есть полковое, военное, гарнизонное священство, есть священство больничное. У нас сейчас во всех больших больницах есть домовые храмы или капитально стоящие. Есть тюремное священство, совершенно отдельная тема. Во всех тюрьмах у нас есть молельные комнаты или храмы. Это совершенно особый случай. Там не на чем разбогатеть. Там ты просто окунаешься в беду и в этой беде живешь и помогаешь людям. Есть сельское духовенство, которое... Вообще, вы знаете, что священство – это единственная социальная страта, отличающаяся вот таким востребованным качеством, как многодетность. У нас, кроме Кавказа, рожают только попы. Живут, кстати, подавляя 90 с лишним процентов священников, живут очень скромно, а некоторые за чертой скромности. Причем в сознании людей, как бы мы являемся церковью какой-то государственной, какой-то опекаемой такой. Ну, это... С яхтами, дорогими машинами, часами и прочими вещами. Слушайте, это... Сначала это было просто обидно слушать, потому что ты же знаешь, как живут священники. А потом это как бы... Потом это превратилось в какой-то зумер, такой... А потом просто ты перестаешь уважать тех, кто это говорит, потому что... Ну, вообще-то это нарушение заповеди. Есть заповедь «Не лжесвидетельствуй». То есть не говори лжи на ближнего твоего. То есть ты можешь говорить ложь по неведению, повторяя чужие штампы, а можешь говорить ложь сознательно. Знаешь, например, что у нее семь детей и трехкомнатная квартира, как бы... И, допустим, там не очень здоровая супруга, например, там... И как бы... И только одна машина, и та не иномарка. Значит, и ты, если сознательно говоришь на него, что он там разжиревший, охамевший поп, как бы... Ну, ты просто... Ну, ты просто очень нехороший человек. Кстати говоря, поскольку мы живем в ковидную эпоху, даст Бог, будем скоро жить в постковидной эпохе, дай Боже, значит, то я должен сказать, что источниками болезней, вот как источником войны являются не обязательно нефть и доллары, так и источником болезни они обязательно являются, например, там... Не знаю, там, вирусы, бактерии, бациллы. Вот еврейские мудрецы, еще до пришествия Христова, разбираясь с этим очень сложным вопросом, сказали, что одной из важнейших причин, приводящих беды на головы человечества, является злой язык. Лошон гора, так называемый по-еврейски. Из-за злого языка, из-за этого самого Лошон гора, из-за клеветы, сплетен, сознательной инсинуации, значит, хейтерства, там, вот, обзывательства, проклятий, зложелательства, кляус, осуждений, из-за всего этого комплекса языковых грехов в мир приходят наводнения, засухи, эпидемии, выкидыши у женщин и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, в силу плоскобетонного материалистического сознания кто-нибудь скажет, ха-ха-ха, да, значит, посмешил нас еще раз там, батюшка, да. Но я, те, кто имеет какую-то каплю серьезности, прислушаться к этим словам. Злой язык реально открывает двери для всех бед в человечестве. Особенно это нужно написать на дверях, например, любого журналистского факультета. Если ты потом сгниешь, как бы, значит, от неизвестной болезни, как бы, кто тебя не вылечит, то подумай хорошенько на смертном адре хотя бы, как бы, не врал ли ты каждый день? Привет, журфак МГУ. Допустим. Ну, короче, ну, люди реально как бы не следят за языком, но не фильтруют. Поэтому, да, поэтому вот это вот злое слово на священник, которое ты, например, не знаешь. Да вы просто, каждый из нас же может узнать священника, ведь это не тяжело. Люди, живущие в деревне, прекрасно знают, кто их священник. Вот смотрите, просто инструмент. Я просто в продолжение не могу, еще у меня просто несколько тезисов. Второй такой же тезис, тоже активно присутствующий в интернете. Мы бы, конечно, пошли в церковь, но попы царя хотят вернуть. Да. Это, знаете, есть такое, один чудак говорил, не буду чистить зубы, потому что я обогащаю эти самые корпорации, производящие зубную пасту. Все-таки вот истории о крушении империи, о Николае II, их немного больше, чем, может быть, могло бы быть сейчас. И это воспроизводит вот такую историю про царя. Да их не столько, не то чтобы больше. Здесь, например, я вам скажу свое отношение к этой проблеме. Я в какое-то время в своей жизни повторял все то, что вот люди, там, слабый царь, там, значит, то-то, там, занимался больше семьей, чем государством, всякое. Я не критично повторял на государе всякое такое. Я полюбил государя и почувствовал... А, тесно, не простите, будучи в сане? Да, это было уже священность, я уже, ну, уже было у меня, все дети, которые родились, уже были взрослыми, и это уже было... Я больше 20 лет был в сане уже к тому времени. Да. Я полюбил государя и почувствовал весь невыносимый трагизм его судьбы, когда был в Екатеринбурге в этой расстрельной комнате, как бы, значит, в этом соборе на крови и служил там. Я просто почувствовал, что это было дано. Я ничего там... Я не перелопачивал много литературы для того, чтобы там одним информацией гонять другую информацию. Мне просто как бы были стерты какие-то файлы, как бы, и мне было когда-то дано какое-то чувствительное, сострадательное понимание невыносимой трагедии, которая была с государями и со всей страной, потому что после убийства царя Россия несказанно изменилась в худшую сторону. Значит, он действительно был удерживающий. Значит, не скажу, что мы много об этом говорим. Мы говорим, конечно, об этом. И мое личное отношение к этой проблеме следующее. Я лично за царя, но я понимаю, насколько мы, простите, ничтожны, и насколько мы недостойны царя, и насколько мы не способны жить в условиях православной монархии, ну, как народ. Это совершенно утопичная идея с точки зрения современной данности. Она прекрасна, но она не испытывается, все равно, чтобы, значит, ну, условно говоря, одноногий человек, например, выступал в спринте на Олимпиаде, на нормальной Олимпиаде, не на паралимпийской. Значит, такое, мы просто не можем поднять на себе весь груз монархического сознания. У нас вообще и так сознание монархическое. Знаете, про людей, говорят, без царя в голове, да? Ну, те, которые не совсем в себе. У нас вообще царское сознание, у нас должен быть царь в голове. Разум в человеке должен иметь господствующее значение. Разум, а не что-нибудь другое. Потом разум человеческий должен понять, что есть некий великий ум, управляющий миром. Господь имя ему. И ум человеческий должен быть обращен к этому уму высшему. То есть моя душа должна к Богу обращаться. И он тоже мой царь. Одно из имен Христа – это царь. Царь царей, великий архиерей. Поэтому, если у меня ум на первом месте в моей жизни, дай Бог, если я верю в небесного царя, то, в принципе, я уже монархист. Я уже никак не демократ. Я не могу сказать, что желание моих половых желез равноценно с желаниями моей совести. Нет. Нет демократии в человеке. Человек иерархичен. И нужно соблюдать иерархию. Кстати, против этого выступает трансгомонизм. Желание любого вкусового сосочка равновеликое желание, допустим, сердечные мышцы, совестью, ума или долга. Нет. Человек иерархичен. Есть вещи, которые можно смело пренебрегать. Это не важно. А есть вещи первостепенной важности. Поэтому сознание верующего человека монархично по определению. Потому что для нас есть небесный царь. Мы уже монархисты. А если народ может это поднять на себя, то тогда земная реальность становится отображением небесной. Тогда у нас и на земле может быть царь. Верующий царь, защитник наш. Он как вот невеликой кормилец. Кормилец. Но мы сейчас не можем. То есть у нас развращенный ум, расслабевшая воля. Очень много грехов нераскаянных. Много разных таких объективных, субъективных тяжестей. Поэтому зачем в этом много говорить? Согласен. Перед тем, как трансгуманизм будет... Надо жалеть все, оплакивать то, что произошло. Если имеешь веру в то, что государь на небесах, обращать к нему молитвы как к одному из святых земли русской. Потерявшему земной венец, одевшему на себя венец небесный. И этого хватит. Мы сейчас обязательно про трансгуманизм поговорим. Но я третью, называется, финальную мифологему вброшу. На самом деле, тоже так же жестко буду формулировать. Попы – это какие-то мрачные дундуки, которые, значит, всех хотят заставить поститься, молиться, слушать радио «Радонеж» и загнать Россию в глубокую архайку. Один, значит, то ли английский, то ли австрийский посол при Екатерине обронил такую фразу, что я, говорит, видел много дураков у вас, губернаторов, но не видел ни одного дурака архиерея. Значит, а я вам от себя скажу, я не австрийский посол, но я вам от себя скажу, что такого большого количества интересных, юморных, веселых, значит, причем таких дзамбуддистски параллельных каких-то людей из другой вселенной. Ну, Федор Конюхов, далеко ли ходить, как бы, он, человек на тазике через Атлантику переплыл, как бы. Никого нету. Даже альбатросов нету. Я бы их поснимал. Все мокрое. Это Робин Куд какой-то, это, не знаю, это Тарзан, как бы, значит, в рясе, как бы. Ну, кто это, как бы, значит, это Турхиир дал, как бы, значит, Тарзан в одном лице, как бы, еще и православный священник. Это герой настоящий. Это просто героический герой. Это челюскинцы все вместе в одном взятый на льдине, как бы, вот в одного в него вместившиеся. Он кто? Он священник, ему не мешает, не мешает. А что у нас мало таких, которые Чечню прошли, там, а что у нас мало таких, которых там по 12-14 детей, которые улыбаются. Не потому что чокнулись от проблем, а потому что им весело на душе, понимаете. И очень скромно. Я знаю таких людей, у них в домах был. Если у нас священство, понимаете, у нас интересная одна вещь такая есть. До революции в священстве была проблема левитизма, так называемая. Как в еврейской истории только одно колено, Левия, давало священство. То есть из колена Рувима, из колена Симеона ты не мог стать священником. Только сын Левия мог стать священником. И у нас было так, что, значит, там сын священника священник, его сын, то есть внук священника священник, и на приходе на том же они служат, как бы получают по наследству от батя, значит, эту церковь и служат на ней проблема левитизма. И женятся они на поповнах, и получается, что священство превращается в некую такую касту закрытую. Это вроде бы хорошо. Брахманы такие. Брахманы, да. Это вроде бы хорошо, потому что они с церковью связаны 100%. Но наступает на каком-то моменте момент вырождения, привыкание, вырождение, не цель. А потом у нас случилась катастрофа, и в священство пошли люди первого поколения, у которых отец не священник, дед не священник. О том, что прадед не священник, это вообще, ну, я об этом молчу. Это еще до революции началось, когда дворяне пошли в священство. Там математик Флоренский, там, или, допустим, там, профессор экономики Булгаков стали священниками, это был взрыв. Потому что до этого никакие академики в священство не шли. Слишком разные, как бы, были позиции. А потом у нас, сейчас у нас в священство пришли люди, например, которые были капитанами подводных кораблей, люди, которые были, например, геологами, которые отмахали собственными ногами полсибири, например, да? Люди, которые были переводчиками с двух-трех языков, люди, которые были на дипломатической службе, люди, которые имели свой бизнес, например, люди, которые, вот там, были международными путешественниками, люди, которые служили в различных государственных структурах или в милиции, там, где-то еще, А еще медиков у нас сколько пошло, сколько я лично знал уже покойных некоторых, когда, допустим, нейрохирург в Киеве, Царство Небесное, т.е. Михаил, он утром служит, потом после службы бегом бежит операции делать. Он был нейрохирург и одновременно служащий священник в храме при своей же больнице. Понимаете, какое священство у нас сегодня? Какое оно богатое священство. Потому что если у тебя дед был священник, и отец был священник, и прадед был священник, то ты очень интересный человек, но все же рамки твоей интересности очень ограничены. А если ты, например, воевал в Афгане, потом прошел Чечню, потом еще дослужился до чего-то еще на гражданской службе, а потом в 50, например, тебе это самое, бог тебе прям дью привел в священство, и теперь тебе уже 65, например, и ты старый поп такой, который за спиной, столько всего, что книжки в нее пишут. Это же интересные люди, а у нас их много. У нас сейчас такое время, благодаря Советскому Союзу, что в священство вошли люди совсем не из священства. И это чрезвычайно обогатило нас, когда в физике, теоретике, какой-нибудь человек там решал какие-то задачи на уровне Нильсобора, служит на приходе в селе, понимаете? Да это потрясающе. Но почему тогда никто не знает, что на самом деле русская православная церковь? За науку, за прогресс, за просвещение, за свет. Я сейчас скажу, я сейчас скажу вам. Это есть такая иллюзия, дескать, значит, что надо учить, учить нужно, мол, примерами. Да, не нужно учить словами. Ты, мол, делай, люди посмотрят, как ты делаешь, и будут делать за тобой, тоже сам повторить. Страшная ошибка. Совершенно неверная позиция. Учить нужно словами. Почему? Потому что примеры считываются и замечаются только тем маленьким процентом людей, которые уже заинтересованы, заангажированы, и ищут этих примеров. Все остальные этих примеров не ищут, им плевать. Например, если молодая хозяйка, выйдя замуж, вдруг обретет себя без рукой и поймет, что я не борща сварить, значит, такой, не помидоры на зиму закрутить не умею, я не умею сделать то, то, планировать бюджет, сшить фартучек ребенку там, но не умею ничего. Она должна будет найти какую-то хорошую старшую женщину, старшую подругу, которая уже в браке лет 20 прожила и все умеет. И возле нее там рецептурники всякие попереписывали, рецептурники такие, и присмотреться к ней, попросить, чтобы она научила, как это все, как с мужем жить, как кухню вести, как себя в порядке держать. Вот она заинтересовалась, она пример и заберет. А все остальные женщины, которые вокруг этой доброй хозяюшки крутятся, им это неинтересно, они с нее брать пример не будут. Поэтому для того, чтобы люди заинтересовались, и начали искать то самое интересное, чего до вчерашнего дня им было совершенно неважно, мы должны сказать об этом. Надо рассказывать людям самые понятные вещи. Если хотите, опять-таки, мы евреи вспоминали сегодня, без них никуда, кстати. В хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова. Да. Значит, у них возник вопрос однажды. Что важнее, делать заповеди или учить исполнять заповеди? Слушай, это плевый вопрос. Мы бы сразу говорили, конечно, делать, что значит учить? Надо делать. И все. Они так и сказали. Говорят, конечно, надо делать, а не учить. Конечно, важнее делать, чем учить. Но потом они подумали. И сказали, ой, стоп, 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 мы ошиблись. Надо учить. И добавили. Там, где не учат исполнять заповеди, их никто не исполняет. То есть, само собой не делается. Вот если я себе представляю, что я молодой человек, весь в наколках, как бы, у меня, значит, в носу гайка, там, в пупке шишка, значит, такое там, я весь там чем-то обколот, как бы, в мозгах у меня странный холодец, так бы, и я весь такой в ТикТоке, такой вот, такой вот, с кнопкой на пальце, с пальцем на кнопке такой живу такой. Оно мне надо узнавать про каких-то попов, как бы, значит, какие они, что они, чем они живут. Да это мне вообще не интересующая тема. Поэтому, когда меня спросят там, говорят, о них, что я думаю, я скажу только то, что говорят все. Да, они ожерели, охамели, и они скучные, и хотят царя. Ну, все. Ну, как бы, я это и скажу. Мне надо заинтересовать каким-то образом. Вот мы, может быть, этим и занимаемся. Отец Андрей, вопрос тоже, мне кажется, очень важный. На фоне ренессанса верующих людей и увеличения, я все-таки посмотрел статистику, действительно, у нас приходы увеличиваются, пасха увеличивается. Цветут пышным цветом и другие сферы, в том числе, связанные с оккультизмом. У нас сейчас люди ходят к гадалкам, у нас они смотрят шоу экстрасенсов, они интересуются астрологией, и, в общем-то, имя тоже этим товарищам легион. У вас там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Даже больше скажу. Многие высокопоставленные государственные деятели приглашают на очень важные мероприятия, такие как, например, экономические форумы, всевозможных мистиков из Индии, в общем-то, говорят о каком-то знании сокровенном и так далее. Вот как Русская Православная Церковь относится к подобного рода вещам, и считаете ли вы, что сейчас вот этот оккультизм, мистицизм становится настоящей угрозой, угрозой традиционной духовности? Ну, во-первых, я скажу вам, что в минувшем году на дорогостоящие операции за рубежом детям, взрослым, на которые собирают по нитке большие деньги, миллионы, 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 россияне там потратили условно, так скажем, X десятков или сотен миллионов рублей. В то же время на внутреннем рынке те же самые россияне потратили в 5-6 и более раз сотен миллионов рублей на экстрасенсов, снимателей порчи, снимателей венков безбрачий и так далее. То есть рынок колоссальный, интерес огромный, аудитория востребована, то есть у людей есть востребованность, в этих, так сказать, специалистах. Что это такое? Да, действительно, люди различного рода, высоко забравшиеся, как бы, значит, тоже медитируют, понимаешь, там, в лотос садятся, там, сквозь одну нас дрю дышат, озарения ждут, значит, они, визионеры, они хотят, как бы, там, понять, как бы, модель будущего, чтобы им показали какие-то силы. Откуда это? Значит, я позволю себе сослаться на такого известного писателя христианского Клаева Льюиса, «Царство небесное», у которого есть известный роман, который он тяжело, говорит, писал, «Письма Баламута», где князь Тьмы общается с преисподней, со своим гнусиком, там, этим бесом, исполняющим его прямые повеления, как губить людей. И вот там в одном из писем этого глубинного Баламута есть такая, значит, такая рекомендация. Он говорит этому, «Всячески подогревай в своем подопечном нездоровый интерес к мистике, приметам, каким-то обрядам, что-нибудь, что-нибудь такое, потому что цель наша – воспитать мистического материалиста. Человек должен быть мистическим материалистом», говорит он. Это означает, что в отношении к Богу человек должен быть вполне материалистичным. Ой-ой-ой-ой-ой, миллиарды лет, пылинки, самозарождающая жизнь, амебы, инфузории, Дарвин, макаки, потом мы, потом смерть, потом ничего не будет. Вот мы так и живем, как бы, значит. Мы должны вот так верить, когда говорят про Бога. Про Бога? Нет, 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 нет. Ну и просто, извиняюсь, кусок чего-то, который растворится в земле и исчезнет. Но когда ты решаешь практические вопросы по замыслу главного баламута, ты должен быть очень мистичен. Ты должен верить в приметы, в обряды, в шаманов, в ворожек, в гадалок. Ты должен подливать мертвую воду, ломать булавки, что-то шептать, шепчего-то это на луну, в форточку. Мишай против часовой стрелки вот этой ложкой. Осталось свернуть в комочек размокшую бумагу и выбросить в фокус. Они должны быть мистичными материалистами. Поэтому да, когда человек дошел до какого-то уровня богатства, власти, он понимает, что я почти все могу купить. Но есть вещи, которые я не могу купить. Например, духовных озарений, мистической власти над миром. Не просто бабками тупо управлять и покупать людей, кого ты хочешь. А я хочу мистическими, чтобы они любили, чтобы меня слушались по одному взгляду. Я хочу духовную власть. Как Христос Христа дьявола искушал в пустыне, и он же предлагал ему, что чудо сделает. Ну, брось себя вниз, пусть ангелы подхватят. Если Сын Божий, давай. Одно из искушений – это чудо. То есть я должен уметь творить чудеса. Где я их буду искать, чудеса? У Христа? Нет, это имя мне неинтересно. Я боюсь. Туда надо. Придешь к Христу, еще что доброго, а там еще заставят покаяться, смириться, простить, долги отдать, блудить перестать. Нет, туда я не пойду. Там что-то не по мне. Я хочу мистических озарений без покаяния. Магия. Да. Я хочу без покаяния и без молитвы Богу живому достичь мистической гениальности. То есть в отношении к Богу я материалист, в отношении к власти, к деньгам, к блуду – я мистик. Я не хочу просто облудить, я хочу заниматься тантра-йогой. Ну, понимаете? То есть любой грех достигает какого-то масштаба, и он уже мистики взыскует. Вот блудник просто блудит. Условно, как Казанова, он просто меняет женщин. А современный Казанов говорит, нет, я хочу достигать озарения через сексуальные контакты, я хочу заниматься тантра-йогой, не больше, не меньше, чтобы у меня там чакра какая-то раскрылась в определенный момент. И я потом управлял людьми силой своей мысли. Это, по сути, это жажда сатанинской власти. Вот чего хочет главный баламут. И, конечно же, объектом его желаний являются, конечно, не слесарь Иванов, как бы, и дальнобойщик Сидоров. Объектом его устремления являются агенты влияния и высокопоставленные люди. Люди при власти. Ему хорошо бы, например, в клиентуру заполучить себе человека, который управляет министерством, или является правой рукой какого-то министра, или является теневым каким-то, значит, таким на рычагах. Как бы он этими людьми интересуется, конечно. Андрей, и раз уж мы заговорили о такой, об обратной стороне... Луны. Луны. Это мой личный вопрос. Я просто безумно мне интересно. Вопрос, связанный с экзорцизмом. Обычно экзорцизм ассоциируется с католической церквью. Мы все, многие, я думаю, смотрим, видели ужастики, да, всевозможные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа изгоняю тебя Святым Крестом Господа нашего Иисуса Христа, кто живет и правит с Отцом и со Святым Духом. Амин! Что это? Все-таки действительно этот феномен существует? Существует ли что-то наподобие экзорцизма в Русской Православной Церкви? И вы, как человек, который находится внутри, сталкивались ли вы с этим? И какие эмоции, чувства вы испытывали, если вы это все-таки видели? Ну, всякое такое бывало, разное. Да. Значит, смотрите. В католической церкви, насколько мне известно, целый ряд епископов бьют тревогу и требуют, чтобы в каждой епархии был экзорцист, а то и не один. Потому что они сами свидетельствуют, что в общественном пространстве уже давно пахнет серой, что лукавый разгулялся. Поэтому это традиционная для них такая сфера. Не каждый там, наверное, вот там какой-то есть ценз. Вообще экзорцисты были в Древней Церкви наряду с епископами, диаконами и священниками. В Древней Церкви были катехизаторы, это люди, обучающие, проповедующие, готовящие к крещению, и заклинатели-экзорцисты. Они были, то есть это был чин церковный. У католиков это все более развито, чем у нас. У нас, значит, смотрите, чины изгнания всякого зла из человека, они повторяют заклинательные молитвы, которые находятся в чине крещения. Если вы представляете себе чин крещения, то там вначале целый ряд таких сильных текстов обращено на то, чтобы оградить и защитить человека от всякого зла, вот этого мистического зла, и изгнать всякие следы этого зла из него перед самим крещением. Обычно это только, это еще раз повторяется, прочитывается потом там духовниками, если нужно, над кем-то. У нас очень много на этот счет разных разговоров. Скажу вам следующее, что война человеческая, опять-таки война, не за доллары, не за нефть, не за государственные границы, она идет не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, как пишет нам Писание. Поэтому так или иначе с лукавым воюет каждый человек, верующий человек, в меру своих возможностей, в меру того, что Бог ему разрешит. И человек, который победил зло внутри себя именем Иисуса Христа, победил гордыню, победил обиду, победил зависть, победил уныние и страх, победил похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Вот такой человек по благодати Духа Святого получает власть выгонять вот это зло из других людей. То есть условием экзорцизма предполагается внутренняя победа над злом в себе. Потому что если ты выгоняешь зло из кого-то, но из себя его еще не выгнал, то ты совершаешь, то ты предъявляешься причиной для смеха в невидимом мире. То есть смешно выгонять кого-то из кого-то, значит, если его же ты из себя еще не изгнал. Поэтому в этом, собственно, вся проблематика этого явления. Надо, чтобы человек был чист, максимально, ну скажем так, ну как Серафим Саровский, как преподобный Сергий, как Блаженная Матрона, для того, чтобы его слово молитвенное было огнем, опаляющим зло. Но если это условие будет не достигнуто, то цель будет тоже не достигнута. Это очень опасное занятие. Часто за него берутся монашествующие, но не все подряд, там люди понимают, что это такое. Обычно очень не рекомендуют заниматься этим людям, у которых есть дети, женатым священникам, потому что удары могут быть не на того, кто это делает, на его семью. Это очень непростая тема. И, конечно, браться за нее может далеко не каждый десятый священник. Или далеко не каждый десятый монах. И даже не каждый пятидесятый монах. То есть это очень редкая вещь. Потому что ты сталкиваешься с этими вещами, мистикой. Ты сталкиваешься с окончанием молитвы от Чинаши, избавившись от лукавого. И эти слова наполняются такой конкретикой, от которой шевелятся волосы. Да, это серьезная вещь. Продолжая разговор о внедренных разумах, трансгуманизм, мы до него наконец-то дошли. Очень скоро, я думаю, что очень скоро, мы получим ситуацию, когда разум машины, если не сравняется с разумом взрослого человека, то, по крайней мере, догонит разум пятилетнего ребенка. Как церковь, еще раз говорю, планирует с этим быть дальше? Этот разум, как он будет восприниматься? Он же всем формальным признакам будет отвечать. У него будет своя логика, своя внутренняя жизнь обязательно. И фантасты нам говорят о том, что у них скоро появится и духовная жизнь, этот призрак в доспехах. Я считаю себя разумным существом на основании того, что я способен мыслить и осознаю свое существование. Как церкви к этому относиться? Отличие человеческого разума от машины, самое сложное, от тех программ, которые в нее вложил уже человек, с учитыванием всех этих вариантов, возможно, заключается в следующем. По словам одного из наших шахматистов, они придумали эту шахматную машину, которая там проигрывала, проигрывала, потом выиграла у Каспарова. Он говорит так, в любой шахматной позиции есть, там, скажем, сотни, 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 доходя до тысяч вариантов. Компьютер видит их все. Человек видит, ну, при желании он всех их проследит, конечно, но он в рамках одной партии это все не делает, конечно, он видит 5, 6, 7. И человек-шахматист ведет себя по отношению к шахматной позиции, как поэт. Он руководствуется чувством красоты, чувством парадокса, чувством неожиданности, там, такими какими-то озарительными, такими вспышками, такими вещами, которые свойственны только человеческому разуму. В то время как компьютер ведет себя как работоспособный идиот. Это его слова. Он не чувствует разницы между стопроцентным вариантом и двухпроцентным вариантом. Он прорабатывает их одинаково. Он жует их как бы к фиалку. То есть он выполняет огромный объем работы, которую мозг человеческий как бы не хочет даже выполнить. Не то, что не может, а даже не хочет, потому что поэтому, как вы знаете, после некого озарения, после того, как срочка родилась, как бы не нужно выдумать варианты, если все получилось. Вот это, собственно, есть разница между человеком и машиной. То есть любая машина – это не более чем работоспособный идиот. А вот то, что называется интуицией, поэзией, вот этой вспышкой озарения, которая есть у математиков, у шахматистов, у поэтов, у художников, и у политиков она может быть, и у полководцев. Вот этого планета Шелезяк она мне даст. То есть пока о принятии роботов в лоно православной церкви речь не идет? Не планируется, нет. Да, и священников-роботов мы точно не увидим. Меня зовут Санто. Что привело тебя сюда в этот прекрасный день? Санто, рай существует? Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Здесь, смотри, мы подходим к концу нашего интервью, и с вашего позволения такой очень блиц мы его трансформировали, потому что прекрасно понимаем, что просить вас выбирать или-или это совершенно неправильно. Поэтому такой вопрос. Можете назвать троих деятелей, вообще, неважно, людей, желательно мирян, которые повлияли на ваше мировоззрение? Кого вы считаете достойным примером для подражания? Кто вас вдохновляет и на кого вы ориентируете? Это ныне живущий или уже покойный? Неважно, вы сами определяете. Это Федор Михайлович Достоевский. Это Иосиф Александрович Бродский. Это Иоанн Ильич Кронштадтский. Эти три человека довольно разные, если не сказать слишком разные. Но, пожалуй, подойдут под эту тройку. Это все питерцы. Спасибо. Второй вопрос достаточно неожиданный, но я все-таки задам. Наверное, в Русской Православной Церкви, понятно, есть много мнений, но как в целом в РПЦ относится к нашему президенту? Я вам не скажу за всю Одессу. Одесса очень велика. Но я благодарен Богу за то, что верховным главнокомандующим и президентом, и гарантом Конституции в это наше время, в которое нам дано жить, является раб Божий Владимир по фамилии Путин. И последний вопрос. Что произошло в последнее время в мире, либо в нашей стране? Что вы увидели, что все-таки Бог с нами, Он нас не забывает, и Он нас оберегает? Я буквально вчера вечером бродил по просторам всемирной паутины и нашел такую новость, может быть, она покажется вам странной, какие наиболее цитируемые фразы использовали, фразы из общего контекста, из поэзии или всемирной литературы, использовали жители Земли при помощи мессенджеров пересылают друг к другу. Так вот, значит, там какой-то 9 или чем-то там, не помню точную цифру, но какие-то миллиарды, значит. Раз цитировалась фраза из Евангелия от Матфея, ищите прежде Царства Небесного, и все остальное приложится вам. То есть это в сегодняшнем мире одна из самых цитируемых вещей, пересылаемых с телефоном на телефон людям в разных точках мира, на разных языках, конечно, тоже. Ну вот, можно радоваться. Это была метаметрика Никита Данюк, Дмитрий Горченков, и у нас в гостях был отец Андрей Ткачев. Отец Андрей, спасибо вам большое. Спасибо. Подписывайтесь на метаметрику, подписывайтесь на YouTube-канал отца Андрея, там очень интересно. Я не совсем ознакомился, потому что много действительно контента, но, по-моему, там даже была проповедь на 5 часов. Собственно, метаметрика, мир меняется, но мы остаемся собой. И да, ищите и обрящите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok